Приветствую вас! Мне кажется, что вопрос про судьбу вам имеет смысл задать в разделе эзотерики, там на такой вопрос могут ответить. Вот, психология же к судьбе относит феномен перекладывания ответственности, то есть если человек говорит про судьбу, значит он подразумевает некую предопределенность, а значит снимает с себя личную ответственность, что всегда деструктивно сказывается на его поведении, на его отношении, на его некой позиции жизненной. Так что, я думаю, что говорить о влиянии на судьбу именно с позиции, именно с позиции, с позиции психологии было бы некорректно, потому что психология относится к судьбе скептически. Мнение, мнение по поводу того, насколько влияет имя на как бы дальнейшую жизнь и путь человека достаточно однозначно. И оно заключается в том, что имя влияет на восприятие человека самого себя, на то, как он себя чувствует, на его жизненный сценарий. Жизненный сценарий – это набор определенных ключевых паттернов поведения, то есть тех или иных выборов в определенной жизненной ситуации, которые определяют весь путь человека. И имя, в том числе, оказывает на это существенное влияние. То есть, я бы сказал, что вот то, что произошло у вас, да, ну то есть ваша история, это могло повлиять на вас таким образом, что вы всегда будете чувствовать себя или периодически будете чувствовать себя не на своем месте, периодически вы будете чувствовать себя как будто самим не своим или самой не своей в зависимости от того, кто вы, да. Вы будете чувствовать, ну, можете чувствовать неудовлетворенность от того, что делаете, от того, как вы делаете. Вы можете чувствовать недостаточную степень реализации, своей собственной реализации. И вы можете, значит, переживать по поводу не сделанного, сожалеть о не сделанном и ощущать так называемую временность. То есть, ощущение, что то, что вот с вами происходит, да, это временно и обязательно закончится и будет, собственно говоря, не с вами. Вот. Ну, то есть, закончится и будет, вам будет лучше, вам будет хорошо. Вот. То есть, да, повлиять на путь человека имя, его история безусловно может, потому что это всегда контекст отношений. То есть, вам родители дали имя, и это было их совместное решение. Соответственно, это имя наполнено смыслом, соответствующим смыслом. Вот. А мама потом дала вам другое имя. Вряд ли от хорошей жизни. Вряд ли она ставила перед собой цель сделать вам благо. Вряд ли она ставила перед собой цель дать вам что-то хорошее. То есть, она тому, может быть, и думала, что делает для вас что-то хорошее. Но, в действительности, в действительности, это вряд ли. И, таким образом, произошло как бы сбивание, запрет того жизненного пути, который у вас наметился, когда вам дали первое имя. То есть, у вас всегда будет ощущение, что вы можете быть ненастоящим или ненастоящей, вот, ну, проживая под именем старым. То есть, это как бы чужая личина, да? Чужая личность, не вы. Это может усилиться, если, как бы, второе имя было вам дано на фоне разногласий между родителями, между, ну, родными людьми, на фоне их ссор, ссор, скандалов, проблем каких-то. Вот. То есть, это все может усиливаться и, конечно же, влиять на вас. Безусловно, безусловно. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Ответ получился достаточно общий, ну, потому что и ответ, вот, если вопрос был достаточно общим, но надеюсь, что вы смогли какие-то моменты для него, для себя из него выделить. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...